Здравствуйте, друзья! Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики, если меня не слышно. Если меня слышно, плюсики поставьте, как меня видно. Нужно ли прибавить или убавить звук? Отлично, все хорошо, вижу плюсики, меня слышно. Друзья, рада вас приветствовать в этой комнате снова. Мы давно не общались, я давно не выходила на связи, и этому были причины. Я готовила для вас большие сюрпризы к Новому году и, конечно же, к трехлетию проекта MLM-блог за час и, в частности, шаблона AB Inspiration. И я уверена, что вам эти сюрпризы понравятся, вам понравятся подарки, но я хочу сказать, что я не все подарки буду раскрывать именно сегодня. Мы растянем это удовольствие на три дня. И первое, что сегодня я расскажу, это об изменениях в шаблоне AB Inspiration. Как вы видите, вышла новая версия шаблона AB Inspiration 5.0. И, как вы знаете, когда выходит у нас глобальная версия, то и, соответственно, сменяется внешний вид. Друзья мои, поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого сейчас есть шаблон AB Inspiration. Кто в этой комнате пользуется шаблоном AB Inspiration и кто ведет блог на шаблоне? Отлично, вижу. Вижу плюсики. Ну, отличная у нас команда на самом деле. Все пользуются шаблоном. Скажите, а у кого нет шаблона, поставьте минусики. У кого нет шаблона, кто попал к нам, узнать больше о шаблоне, создать блог, кто хочет. Ага, и такие есть. Отлично. Спасибо большое. Спасибо за комплименты. Отлично. Тогда для тех, у кого есть шаблон, я расскажу, какие новшества. Для тех, у кого нет шаблона, ну, к сожалению, я не могу в одну лекцию уложить все преимущества и все возможности шаблона рассказать прямо сегодня. Поэтому вы можете дополнительную информацию получить у человека, который вас либо сюда пригласил, либо на продающей странице, на блоге. Там рассказано гораздо больше. Сегодня мы поговорим именно о дополнениях, которые, и изменениях, которые произошли с шаблоном об Inspiration 5.0. И, как видите, вот в заголовке он стал шире, быстрее и профессиональнее. Не побоюсь этого слова, на самом деле так и есть. Он действительно стал профессиональнее за счет одной фишки, о которой расскажу в конце. Итак, что у нас поменялось? Смотрите, значит, поменялось у нас внешний вид. Давайте я переключу слайд и покажу вам, какие внешние виды у нас были раньше. Вот я не показываю, на самом деле, третью версию, самую первую, да? Показываю, начинаю с 3.7. Но кто у нас уже 3 года с нами, помнит, какая была первая версия. Она была скромная совсем, она была узенькая. Ну, вот я показываю уже более такую бизнес-презентабельную версию. Это 3.7. Вышла она в прошлом году. В этом 2014 году вышла четвертая версия. И выглядела она у нас вот так. По сегодняшний день именно такая версия у нас в шаблоне. Так, чтобы у меня слайды не переключаются. Ага, поехали. Отлично. Вот так немножко перелеснула. Вот такая версия, да? Сейчас она практически у всех, кто пользуется шаблоном, кто обновился. Вот такая версия. Она была тоже сделана немножко шире и был изменен внешний вид. Но, как оказалось, этого тоже было недостаточно. И я имею в виду по внешнему, по ширине. И вот новая версия, она еще стала шире. Максимальная ширина шаблона 1140 пикселей. Плюс мы увеличили отступы. Отступы стали по 20 пикселей до краев шаблона, между блоками полезного контента и виджетами, а также внутри. Ну вот, кому нравится, скажите, поставьте, напишите какие-то свои эмоции по поводу внешнего вида шаблона B-Inspiration 5.0. Вот сейчас новый шаблон. Как вам он? Нравится? Отлично. Вижу плюсики. Хорошо. Мне он тоже нравится. Он такой получился свежий, воздушный. И обратите внимание, у нас, да, профессионально. Вот, Ольга, вы здорово заметили, он действительно стал профессиональный. И заметьте, у нас на главной странице сейчас, на главной странице появились большие слайды, и главная страница выглядит немножко не так, как обычно. Видите, у нас появились там три блока, и дальше они внизу тоже по три, но о них мы поговорим чуть позже. Итак, давайте сейчас по порядку разберем, какие у нас изменения произошли. Итак, первое, ширина. В сравнении с A-B-Inspiration 4.0, 5.0 у нас имеет три возможности изменить ширину. То есть у нас в 4.0 была ширина 100% и на 1000 пикселей. Кто занимался внешним видом, кто экспериментировал, вы наверняка помните это. В шаблоне A-B-Inspiration 5.0 мы добавили еще один пункт. То есть у нас получилось 100%, 1140 пикселей и 1100 пикселей. Ну, сделали это прежде всего из-за больших экспериментов наших пользователей. Когда экспериментировали с внешним видом, точнее с шириной, то не всегда это совпадало и выглядело красиво и гармонично. И в этой версии мы разделили, мы как бы придали, дали возможность всем элементам по вертикали. То есть у нас идет шапка, контент и футер, нижняя часть. То есть мы дали возможность всем этим элементам менять ширину самостоятельно. То есть она уже не будет зависеть от блога, от ширины блога. И такая возможность есть сделать три ширины, на выбор у всего блога. Дальше есть возможность выбора три варианта ширины у шапки, у контента и у нижней части. В нижней части. Вот здесь в примере видно, что в AB Inspiration такой возможности вообще не было. У шапки, у контента было только две, два варианта, и у нижней части тоже два варианта. Вот сейчас у всех по три, и можно на самом деле сделать очень интересные решения. Дальше смотрим. Меню. Самое интересное, что произошло с шаблоном, это мы добавили дополнительный меню. Ну, мне, как самой, как пользователю шаблона AB Inspiration, всегда не хватало дополнительного меню где-нибудь в шапке. К примеру, справа от логотипа, где я могла бы разместить дополнительный контент. Ну, например, основное меню мы размещаем страницы, как обычно, главное, об авторе, контакты, карта сайта и так далее. А во втором меню, например, разместить ключевые рубрики. Почему бы и нет? И мне такой возможности самой не хватало, и были такие, конечно же, запросы от наших пользователей. Поэтому мы включили дополнительное меню в шапке. Дополнительное меню в шапке. Итак, давайте посмотрим, как оно выглядит. Вот сейчас на картинке вы видите меню «Основное» и «Меню в шапке». То есть на самом деле можно использовать все меню, которые сейчас есть. Вы можете их активировать и все установить. Что это значит? Смотрите, вот сейчас основное меню у нас идет под шапкой, и второе, которое новое, в самой шапке внутри, посередине, справа. Видите, да? На самом деле у нас очень интересная возможность сейчас есть поэкспериментировать с меню в шапке. Как вы помните, основное меню мы можем расположить либо под шапкой, либо над шапкой. Больше вариантов нет. Возможности у меню в шапке гораздо больше. У него 9 возможных расположений. То есть мы можем расположить меню сверху, с правой стороны, сверху, по центру, внизу. Как видите сейчас, да? То есть все с правой стороны вы можете решить, где будет оно располагаться. Второй вариант – по центру, сверху, по центру, опять же, внизу. Можно тоже очень интересное решение найти. И третий вариант – это с левой стороны, опять же, те же самые позиции. Сверху, по центру и внизу. Ну, вы наверняка смотрите чужие блоги какие-то интересные и находите варианты, ну, мне, по крайней мере, попадаются очень такие, где-то даже романтичные, когда меню располагается красиво по центру, логотип по центру и дальше контент идет. Очень можно интересных, красивых решений сделать. То есть получается у нас меню в шапке можно выбрать из 9 вариантов, 9 комбинаций. Дальше. Это еще не все. Естественно, меню в шапке у нас можно настроить внешний вид. То есть вы можете, вот, к примеру, сейчас на экране вы видите, что активная страница выделена белым цветом. Это как белым фоном. Это как и обычное меню, вы просто назначаете цвет при наведении мышки, основной фон и так далее. И вот таким образом тоже можно добиться интересных решений. Вы, допустим, выделяете каким-то фоном ту страницу, которая сейчас активно открыта, и при наведении мышки тоже они будут, как бы так вот, мигать красиво разным цветом. Дальше. Еще есть возможность сделать, конечно же, фон. То есть у нас есть сплошной фон всего меню, и можно сделать прозрачный. Смотрите, какое интересное решение. Если у вас в шапке стоит картинка, вы можете меню в шапке сделать фон полупрозрачным, и он не будет закрывать вашу картинку целиком, она будет просвечиваться. И вот здесь на картинке я буквально поэкспериментировала, сделала такое решение. У нас идет картинка в шапке, идет фоновое изображение меню, широкое, и в самом же меню на этой панели цветной располагается логотип, название блога. Мне кажется, тоже можно с этим поэкспериментировать. Дальше смотрим. Еще одно меню, третье меню, которое у нас появилось, это плавающее меню, или фиксированное меню с баннером. Что это значит? Наверняка вы видели на каких-то блогах, когда, или сайтах, когда вы начинаете прокручивать экран, неожиданно появляется наверху полоса с меню и логотипом. Вот такую идею, такой функционал мы решили тоже воплотить в нашем шаблоне. Появляется данное меню, как уже вы поняли из описания, после прокрутки, после какого-то количества, как бы, прокрутки экрана, появляется, она фиксируется на самом верху, и здесь вы можете, что решить? Вы можете задать цвет этой полосы при наведении мышки, прозрачность данной полосы, а также установить баннер, либо логотип. То есть это делается произвольно. Вы загружаете картинку, прописываете ссылочку, куда должна вести эта картинка, и вот таким образом ваши читатели, у ваших читателей, точнее, будет всегда перед глазами либо баннер на продающий, на какой-то ваш продукт или услугу, либо просто логотип вашего блога и ссылка на главную страницу. Мне кажется, это тоже очень удобный функционал, если тем более у вас длинные страницы с длинными записями. Итак, смотрим дальше. У нас появилась дополнительная возможность выбирать шрифт, точнее, размер шрифта для статей. Тоже очень много было запросов по этому поводу, и сначала мы включили два варианта, 14 и 16 пикселей, потом мне показалось это мало, потому что сейчас большинство современных блогов используют шрифт 18, размер шрифта 18. Сейчас вы на моем блоге тоже можете это посмотреть, и на мой взгляд это тоже очень удобно. Крупный шрифт, его видно ярко, он читается легко, и поскольку сейчас у нас у большинства браузер с большим разрешением, то есть у нас сайты становятся все меньше на экранах, разрешения большие, то, соответственно, и шрифт тоже должен быть большой. Но это на ваше усмотрение, опять же, вы можете решить, выбрать, как это будет на вашем блоге. Идем дальше. Виджеты футер. Тоже дополнительная опция у нас появилась. Раньше у нас в футере была только произвольная информация, и меню можно было установить, а также информация о владельце блога. Сейчас мы включили дополнительную полосу до самого футера, где вы можете разместить три виджета. В связи с этим у нас появилась, соответственно, вкладка для настройки виджетов в настройках шаблона «Стиль виджетов футер». Здесь все как обычно, как вы уже привыкли. Можно установить цвет футер, я имею в виду фон границы задать, и, конечно же, заголовки для виджетов. Как выглядеть будут, вы могли посмотреть на моем блоге. Да, еще один момент. То есть внешний вид мы настраиваем в настройках шаблона, а сами виджеты мы перетаскиваем уже в созданном дополнительно блоке «Виджет футер». То есть когда теперь мы заходим в раздел «Виджеты», у нас не только боковая колонка и виджет в шапке, но еще дополнительный блок «Виджет футер». Сюда вы можете перетащить абсолютно любые виджеты, которые вы используете в боковой колонке. Они все станут красиво и ровно. Единственный виджет, который вы не можете здесь использовать, он будет некрасиво смотреться, это виджет в шапке. Он предназначен только для блока «Виджет в шапке». Будьте внимательны, очень часто допускают эту ошибку. Ну и как выглядеть будет этот блок? Вот у меня на блоге вы могли видеть уже внизу, перед самым футером вы можете разместить какие-то виджеты. На самом деле очень полезная тоже опция, потому что боковая колонка, как вы знаете, она у нас очень перегружена, там много информации, и какую-то информацию, может быть, не очень важную, вы можете перенести в нижнюю часть. Ну, в данном случае социальные сети. Что еще? Тоже интересный момент – это баннер в шапке. Тоже были запросы. У нас, как вы помните, баннер размещается 468 на 60 пикселей. Кто-то просил, чтобы баннер был побольше, 720 пикселей в ширину. И мы сделали вот на выбор, теперь можно поставить либо-либо. Выглядеть они будут следующим образом. Первый – это на 468 пикселей, маленький, как и прежде. И второй – это вот такой вот большой. То есть тоже можно использовать. И еще одно дополнение, которое тоже большое и глобальное произошло в шаблоне – это входная страница. Точнее, входная страница будет работать в паре с плагином, дополнительным плагином, который создан специально для шаблона AB Inspiration. Он так и называется – входная страница. Но в сам шаблон AB Inspiration встроен дополнительный шаблон страницы. Как вы знаете, когда мы создаем страницу, у нас в шаблоне есть базовый шаблон, карта сайта, контактная форма на всю ширину, отзывы, перенаправление и целевая страница. Так вот, дополнительно еще создана входная страница. Но еще раз обращу внимание, что функционал данной страницы будет работать только с плагином входная страница. Несколько слов хочу сказать про саму входную страницу. Выглядит она вот примерно так. То есть у нас есть три уровня, где вы указываете тот контент, который вы хотите, чтобы ваши читатели видели на главной странице. Я записала небольшое видео, чтобы было немножко понятнее, как работает оно. Сейчас я вам покажу и прокомментирую его. Отлично. Вот смотрите, у нас есть уровни, три уровня, и их можно менять местами в админке. Вы можете первый уровень спустить вниз, поднять наверх. Ну, в общем, как вам удобно. То есть вы настраиваете отдельно уровень, затем меняете их местами так, как вам нужно. Далее вы можете на уровне, на самом уровне решить, вы можете решить, сколько блоков будет отображаться. Один, два или три. То есть один это на всю ширину, 50 на 50, 30 на 30 на 30. Контент какой вы можете выбрать? Страницы, записи, отзывы, записи по рубрикам, произвольно. Внутри контента какое содержание? Заголовки, текст, то есть анонс, изображения, ссылки. Также для произвольных изображений вы можете выбрать иконки. Более 200 иконок, готовых иконок уже, да, их не нужно искать. Вы можете выбрать и использовать в качестве изображения. Вы можете их использовать и с изображением, и без изображения. Вы можете выбрать размер этих иконок, расположение по отношению к контенту, и, конечно же, цвет этих иконок. Вы наверняка видели на некоторых сервисах подобные иконки. Например, LP Trend есть и прочее. Это очень удобная технология, и мы ее, как бы, включили в плагин, в плагин AB Homepage, он называется, да, входная страница. Дальше. Вы можете активировать возможности использования произвольного поля. То есть, допустим, когда вы выбираете какую-то часть контента, допустим, страницы, да, то перед ними вы можете написать какой-то произвольный текст, ставить изображение и так далее. Здесь совершенно потрясающий редактор, такой же, как и для записей. Вы можете активировать или, наоборот, убрать изображение из контента. Заголовок, то же самое. Описание, либо поставить, либо убрать. Читать далее. Также есть возможность поставить произвольную ссылку, читать далее. То есть, чтобы ссылка вела не на те страницы, которые вы указали, а на ту страницу, которую вы хотите. Таким образом, вы настраиваете абсолютно все уровни самостоятельно, то есть, отдельно. Потом меняете их местами. Дальше в плагине есть возможность установить ширину, какую вы хотите, соответственно, с блогом. Выбрать шрифт для заголовков, то есть, чтобы у вас все одинаково было. Дальше. Возможность анимацию использовать на главной странице. Отступы справа и слева. И анимацию, посмотрите, как она происходит. Если анимация включена, то блоки как бы появляются при прокрутке экрана. Очень красивый эффект. Сейчас модный. И вот в нашем шаблоне он тоже будет присутствовать. Входная страница создается из трех уровней. Все уровни можно менять местами. Второй уровень вы можете установить на первый, первый на третий и так далее. Совершенно просто. Просто перетаскиванием поменять местами настроенные уровни. Также вы можете установить один, два или три блока на уровне блока контента. Вы можете выбирать страницы, записи, отзывы, записи по рубрикам и произвольно. Содержание контента входит заголовок, текст, изображение и ссылка читать далее. Для произвольного контента вы можете активировать иконки, уже готовые изображения, из которых вы можете выбрать, какие будут отображаться либо с изображением, либо вместо них. Вы можете выбрать размер данных иконок, расположение иконок по отношению к контенту и цвет иконок. Также вы можете активировать возможность написать произвольный текст для каждого уровня. Вы можете активировать изображения для каждого уровня и настроить их. Заголовки убрать или активировать. Описание, хотите вы показывать или нет, кнопка читать далее и кнопка произвольная читать далее. Вы можете настроить каждый уровень в отдельности. Также в плагине «Входная страница» есть возможность выбрать ширину блока, шрифты для заголовков, анимацию и отступы сверху и снизу. Анимация работает следующим образом. Блоки собираются на странице по мере прокрутки экрана. С помощью плагина «Входная страница» вы легко и просто создадите главную презентационную бизнес-страницу на вашем блоге, разместите основную информацию о продукте, услуге или компании, выведите ключевые записи и отзывы клиентов и тем самым направите ваших клиентов в нужные разделы блога. Вот такая у нас есть возможность сейчас использовать такой вот плагин. Как вам, кстати, нравится такой плагин? Напишите в чате, кому нравится такой плагин. Да, здорово, мне тоже очень нравится, я у себя уже на блоге установила, и, ну, действительно, здорово. И, во-первых, это разгрузило главную страницу. Спасибо, друзья, прям вообще очень приятно. Я рада, что нахожу отклик, и действительно вам нравится то, что мы делаем. На самом деле я хочу сказать, что мы все делаем по запросам. Всегда есть, у нас среди нас сейчас есть даже вот люди, кто просил такую входную страницу, либо не просил, но пытался сделать на своем блоге, и я увидела, что человек, ага, пытается, значит, нужно реализовать это в виде какого-то более удобного функционала. Отлично, друзья, я рада, что вам нравится. И сегодня я не буду рассказывать подробно про входную страницу, я посвящу ей отдельный день. Это будет в среду. В среду мы поговорим отдельно про входную страницу, я расскажу немножко больше, как вы можете ее использовать. В это же время в 16.00 по Москве, точнее, в 18.00 по Москве, в 6 часов, я расскажу подробнее про входную страницу. А сегодня, вот я все, это весь материал, который я хотела сказать по шаблону, и сейчас я готова ответить на ваши вопросы. Но перед этим еще немножко информации такой, служебной, скажем так. Сейчас мы в преддверии Нового года, и, конечно же, в преддверии праздника, трехлетия нашего проекта, шаблона об Inspiration, мы делаем скидку. Мы делаем скидку на шаблон с 480 рублей до 2400. И эта скидка продлится до 16.00, то есть до завтрашнего дня, до 18.00. Если есть кто-то, кто хотел бы приобрести шаблон, обязательно приобретайте, потому что цена будет увеличиваться. Ну, здесь есть разные причины, как вы знаете, причины, связанные и с ситуацией, но и с тем, что праздники заканчиваются, и, конечно же, шаблон будет стоить дороже. В момент счастливой недели шаблон будет стоить 2900. То есть это самая минимальная сейчас стоимость, которую мы устанавливаем до праздников, до 23 декабря. Еще один момент, тоже организационный, касается плагинов и обновлений. То есть, смотрите, сейчас вышла версия 5.0, но обновление будет доступно 23 декабря. Дело в том, что я хочу рассказать про все, что у нас сейчас обновилось и появилось. И обновлять вот эти все плагины и шаблон нужно будет одновременно. Ну, я не имею в виду, что прям вот в один момент, но как бы в один день. Потому что, как вы поняли, у нас изменилась ширина. И те, кто использует, например, плагин VP-форм, он тоже у нас изменился, тоже появился дополнительный функционал. Об этом я расскажу тоже в отдельный день. И, естественно, если вы обновите шаблон, то VP-форм будет меньше, уже. Это будет не очень красиво смотреться. Поэтому все плагины нам нужно будет обновить одновременно. И шаблон тоже. Поэтому мы все это сделаем 23 числа. А сегодня я рассказала о шаблоне, об изменениях. В среду расскажу про входную страницу. И в пятницу я расскажу про VP-форм. И 23-го мы все дружно сможем обновиться. А сейчас я готова ответить на вопросы по поводу обновления, какие есть вопросы, по поводу, ну, может быть, входной страницы. Ну, и организационной тоже. Так, пролистываю чат. Отлично, читаю ваши отзывы, прямо радуюсь. Мне очень нравится, что вам нравится то, что мы делаем. И вы с удовольствием это используете на своих блогах. Так. Так, вопрос. Для тех, у кого есть шаблон, сколько стоит обновленный шаблон с плагинами новыми? Ирина, смотрите. У нас есть договоренность. С самого начала, когда мы создали шаблон, 3 года назад мы объявили, что обновления будут бесплатными. Мы не собираемся нарушать эту договоренность. И все, кто приобрели в течение этих трех лет и приобретут сейчас до нового года шаблон, обновления и в дальнейшем будут бесплатными. Сейчас бесплатные, в дальнейшем тоже будут бесплатными. Изменится политика немного у нас с новыми пользователями на следующий год. Все, кто купят уже после декабря, в январе 2000, начиная с января 2015 года, обновления будут платными и будут продлеваться каждый год. То есть покупается лицензия на год, через год, если пользователь хочет обновить шаблон, лицензия должна будет продлеваться. Для пользователей, еще раз повторю, которые приобрели шаблон в течение этих трех лет, правила остаются прежними. Обновления бесплатными. Так что это еще одно преимущество. Если у вас есть знакомые, друзья, кто хотел бы приобрести шаблон об Inspiration, сделать блог профессиональный, самостоятельно научиться много всему, то рекомендуйте купить до Нового года, потому что после Нового года, мы не скрываем, это будут такие изменения.